Hello, my dear students. Today I have prepared for you a new grammar lesson, and I think that this is the easiest grammar lesson in English. It's CAN. So, ok, let's get started. Итак, мы сегодня начинаем ещё один грамматический урок, грамматическую тему. Это CAN. Я думаю, что вы, в принципе, это знаете. Вы уже в своих Speaking Tasks это использовали. Вот здесь вы видите высказывание If you can dream it, you can do it. Если вы можете об этом мечтать, вы можете это сделать. And I hope that you can do your best in learning English. Ok, let's begin. So, CAN имеет значение в русском языке «умею» либо «могу». То есть, я могу помочь тебе в этом. То есть, we talk about abilities, ability – это способности, and possibilities – возможности. Теперь, как всегда, у нас четыре формы предложения. Это утвердительные, отрицательные, вопросительные и специальные вопросы, когда мы задаём с помощью специальных слов. Почему я считаю, что CAN – это одна из самых лёгких тем в английском языке? Потому что здесь не меняется форма вот этого вот глагола и модального, и самого глагола от того, какой здесь стоит субъект, то есть от того, какой здесь стоит субъект, подлежащий. Например, в Present Simple вы помните, если he, she, it, то там надо было глаголу добавлять as. Например, если мы говорим «я читаю книги, I read books», он читает должно было бы «he reads books». А здесь нет, здесь всё просто. I, you, we, they, без разницы, будет can do something. Например, я умею готовить, I can cook. Ты умеешь тоже так, you can cook. Мы умеем, или он умеет, he can cook, и так далее. Если мы хотим сказать «я не умею», мы просто добавляем can not, и получается can't. You can't do something. Обратите внимание на произношение слова can't. Американский вариант, он больше идёт can't. Они прямо так и произносят can't. А британцы, они больше произносят can't. Например, I can't breathe. Я не могу дышать. Дальше. Если мы задаём вопрос, вперёд выходит can. Can you do something, например? Можешь ли ты что-либо делать? Или умеешь ли ты что-либо делать? Например, можешь ли ты помочь мне? Can you help me? Или, например, можешь ли ты... Ты умеешь плавать? Can you swim? Ты умеешь танцевать? Can you dance? Ну и так далее. Специальные вопросы. Что ты умеешь делать? Например, what can you do? Или как ты умеешь плавать? How can you swim? Ну и так далее. Например, как я могу тебе помочь? How can I help you? Как ты умеешь плавать? How can you swim? Как ты умеешь... Как ты танцуешь? Как ты умеешь танцевать? How can you dance? И так далее. Переходим. То есть это, я считаю, что одна из самых лёгких тем, потому что can, он выступает в роли вспомогательного глагола. То есть он является модальным. И модальный глагол, к нему мы можем добавлять нот, и он может выходить вперёд. Вот. Это отличие его от остальных глаголов, от всех других глаголов в английском языке, как, например, cook, read и так далее. Дальше. Теперь, раз мы говорим, что мы умеем что-то делать, например, мы умеем плавать, да, we can swim. Теперь, как сказать, мы умеем плавать хорошо или плохо, быстро, медленно, великолепно. И, естественно, я подвожу к теме наречий. То есть наречия – это те части речи, которые отвечают на вопрос как. И в английском языке они называются adverbs. И уже можно понять, что в корне этого слова есть слово verb, и логически этот adverb идёт после верба, обычно после глаголов. Бывает, что он идёт до глаголов, но вот мы сейчас будем рассматривать именно, когда после глаголов идёт. И он именно описывает, как это действие совершается. Если adjectives, они идут перед существительными и описывают, какое это существительное, да, и отвечают на вопрос какой, то есть являются прилагательными adjectives, например, медленный водитель, a slow driver, то теперь мы должны научиться, как сказать, водить медленно. В русском языке все наречия, они заканчиваются на окончании – о. А в английском языке здесь есть немножко небольшие, есть правила, есть исключения, как всегда. Обратите внимание, что в основном наречия adverbs, они как бы формируются с помощью присоединения суффикса – ли, каджектив, то есть вот прилагательный, к нему вы добавляете – ли, и получается adverb. Например, slow – это медленный, slowly – это медленно, load – это громкий, loudly – громко, bad – плохой, badly – плохой. Но, как всегда, у нас есть исключения. Вот эти четыре adjectives, они не меняются, они одновременно являются и наречиями, и adjectives, то есть можно сказать усиленная работа – hard work, а можно сказать работать усиленно – work hard. То есть к ним нельзя добавлять – ли. Fastly – нельзя сказать – lately. Early – он уже идет с глаголом – ли. Думаю, здесь немножко понятно, сейчас я буду объяснять более подробно. И вот посмотрите, есть такие наречия, то есть прилагательные, которые полностью меняются. Вообще у нас good – он всегда меняется, даже вот когда мы будем проходить comparatives, сравнительную степень прилагательных, он тоже меняется. И в русском тоже он меняется. Мы говорим хорошее, но говорим лучше. И вот то же самое – хорошее – это good, но хорошо – здесь меняется на well. То есть я пою хорошо – это будет I sing well. Многие говорят I sing good. На самом деле это неправильно. Вот теперь давайте посмотрим разницу между прилагательными и наречиями. Например, он – медленный водитель. He is a slow driver. Slow – это adjective. И он идет перед существительным. Теперь посмотрите на следующий пример. He can drive slowly. Он умеет водить медленно. И здесь slowly – это адверб, и он идет после глагола, после глагола drive. Дальше. Она красивая певица. Она умеет петь красиво. She can sing beautifully. Beautiful идет после глагола sing. Теперь вот к нашим не меняющимся, не изменяющимся наречиям. It's hard work. Это тяжелая работа. Или, например, я работаю тяжело. Или усиленно, усердно. I work hard. Hard – и тут hard, и тут hard. Не меняется. Он – быстрый бегун. He is a fast runner. Или, например, он бегает быстро. He runs fast. Например, I am an early bird. Я – ранняя пташка. Есть такое выражение – early bird. И либо сказать I get up early. Я встаю рано. Это ранний, а это рано. You are a good student. Ты хороший студент. You study well. Ты учишься хорошо. И вот, как бы, можно сказать, такая формула. То есть adjectives, он идет перед существительным, а adverb идет после глагола. Думаю, это понятно. Но это нужно будет активизировать с помощью упражнений, с помощью speaking tasks. Дальше. Я, как всегда, приготовила несколько предложений. Например, I can speak English fluently. Я говорю по-английски бегло, свободно. Вот эти вот предложения вы можете записать в свой словарь. Именно можете вот you can упустить, а просто speak English fluently. Заучивать именно в таком контексте. Сразу вместе три слова, не надо отдельно учить. Дальше. Ты умеешь печатать быстро. You can type quickly. He can whistle loudly. Он может свистеть громко. We can run fast. Мы умеем бегать быстро. They can drive carefully. Он умеет водить осторожно. Вот это слово carefully переводится как осторожно, либо как внимательно. Например, listen carefully. Слушайте внимательно. He always comes late. Он всегда приходит поздно. Or I always come early. Я всегда прихожу рано. We work hard every day. Мы работаем усердно каждый день. He runs badly. Он бегает плохо. Или I cook very well. Я готовлю очень хорошо. Это небольшой рассказик про меня. Что я умею, что я не умею. Такой же рассказик должен быть у вас. Например, I can't speak English fluently. I can't swim very well. Я не умею плавать очень хорошо. I can't sing beautifully. Не умею петь красиво. I can't teach English well. Умею преподавать английский хорошо. I can't run quite well. Умею бегать достаточно хорошо. I can't drive carefully. Умею водить осторожно. I can't sew and knead very well. Я умею шить и вязать очень хорошо. I can't clean the house very well. Думаю, вы знаете. I work hard. Работаю много. And I like getting up early. Люблю вставать пораньше. Вот в последних предложениях, вот I work hard, я упустила can, потому что, ну, не всегда же мы будем использовать can. Иногда можно использовать и презентибл, и все остальные времена. These phrases are to learn. Эти фразы тоже нужно выучить. Особенно это вопросительные предложения, они всегда трудные, чтобы их составлять, думать, что же там выходит вперед. Легче их просто выучить. Например, how can I help you? Как я могу вам помочь? What can I do for you? Что я могу для вас сделать? Can you explain me this? Can you do me a favor? Вот эту фразу они часто друг другу говорят, когда просто хотят сделать какую-нибудь просьбу. Can you do me a favor? How can I say it in English? Это вот magic phrase я называю со своими учениками, когда мы занимаемся в кабинете. Если они какое-то слово не знают на английском, я стараюсь, чтобы они всегда говорили только на английском, они используют эту фразу. То есть они не знают, как сказать, скажем, идет дождь. Они сперва говорят, how can I say in English идет дождь? Обязательно должны начать эту фразу с этого, получается, речь с этого слова, чтобы добиться, чтобы я им перевела. Дальше. I'm afraid I can't make it. Я боюсь, не смогу, у меня не получится. Эту фразу я, кажется, вам уже давала. Когда вы хотите попросить воды, когда вы пришли в кафе, можно начать с таким образом. Can I have some water? Могу ли я... Можно ли мне воды немножко? Can I have some water? Can I have some pizza? Can I have some sandwich? И так далее. Sandwiches. Могу ли я вас попросить? Can I ask you? Can you tell me? Can you give me some information about? Can you lend me some money? Ну, друга можно попросить, да? Вы можете мне занять денег или нет? И так далее. Теперь это небольшое видео. Посмотрите его. То есть это отрезки из фильмов. Enjoy it, please. F-O-X. That is amazing. You can spell fox. Can you spell dog? F-O-X. Can we find all this in London? I can move. I can talk. I can walk. Lady Arwen. We cannot delay. You can't lie. You can't stay here. Father. We can't win this war. You can see things before they happen. I can't cook. Can I? I can see. You can hear me? Don't you hear him? I don't believe this. Hey, you. Hey, you. My name is Sam Wheat. Can you hear me? Sam Wheat. Say my name. Say it. Leave me alone. Molly, why can't you hear me? I need you. We can't do this by ourselves, Sam. You can't change the past. I believe I can fly! Ну и несколько фраз напоследок. Например. Do what you can with all you have, wherever you are. Делай все, что можешь, со всем тем, что ты имеешь, где бы ты ни находился. Дальше. Это Harvey Specter. Может, кто-нибудь видел фильм «Форс-мажоры» на русском. На английском называется «Suits». Один из моих любимых фильмов американских. И вот посмотрите, что он говорит. Anyone can do my job, but no one can be me. Каждый или любой человек может делать мою работу, но никто не может быть мною. Дальше. You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Вы не можете вернуться назад и изменить начало, но вы можете начинать там, где вы находитесь, и изменить конец. Study hard until you can say, trust me, I'm your doctor. Это по вашу душу. Study hard, учитесь усердно или много, до тех пор, пока вы можете сказать, поверьте в меня или верьте мне, я ваш доктор. I need to get on medication so I can slap stupid people and blame it on the side effects. Мне нужно принять какое-нибудь лекарство, чтобы я смог стукнуть глупых людей и сослаться на побочные эффекты, side effects. Ну, прикол такой. Дальше. You can't cure stupid, but you can sedate it. Вы не можете исцелить глупого, но вы можете его усыпить. Дальше. Surgeons can cut out everything except cause. Это опять по вашу душу. Surgeons, хирурги, могут вырезать всё, кроме причины. Если среди вас есть хирурги, извините, конечно, за это высказывание. Так, дальше. Небольшое такое саркастическое. Дальше. Five things you can control every day. Attitude, words, actions, manners, effort. Пять вещей, которые вы можете контролировать каждый день. Attitude, ваши отношения, words, actions, ваши действия, manners, манеры и effort. И напоследок я хотела бы сделать небольшое такое назидание или как бы совет. Есть такая фраза, очень любимая для меня, Билл Гейтса. People overestimate what they can do in one year and underestimate what they can do in ten years. Она переводится как люди склонны к тому, чтобы переоценить то, что они могут сделать в течение одного года и недооценить то, что они могут сделать в течение десяти лет. Что эта фраза означает? Люди обычно берут на себя много и на один год ставят слишком большие цели. И после того, как они не могут их достигать, естественно, они ломаются и все бросают. И поэтому говорят, что они переоценивают себя. Однако люди недооценивают, что они могут сделать в течение десяти лет. Если, например, посмотреть сейчас, для вас, например, вот это первый месяц, первый шаг. Вернее, для вас это уже не первый шаг в изучении английского языка. Но вы должны не переоценивать себя в изучении этого языка, скажем, не должны думать, ой, как это тяжело, сколько еще нужно, еще нужно целый год пыхтеть. Вы просто посмотрите на 10 лет вперед. Если вы каждый день, каждый месяц вкладываете в это через 10 лет, какой там 10, через 2-3 года, через год, вы уже у вас в копилке будет, то есть в вашем портфолио будет perfect English, fluent English. Поэтому я вам советую идти и смотреть вперед на будущее, а не думать, сколько вам еще усилий нужно приложить. И еще есть такое правило, которое я тоже очень хорошо применяю. Всегда в любой цели, когда вы идете к любой цели, практически всегда возникает такой момент, когда вам всем надоедает, и когда вам очень трудно, и когда вам некогда, и когда вы выгораете. Например, это часто случается со мной, когда каждый день преподаешь, каждый день разные дети, и бывают хорошие, бывают сложные, и выгораешь эмоционально. И в таких моментах есть правило. Когда вам плохо, нужно все равно продолжать делать. Тупо делайте. Это называется тупо делать. Просто это время пройдет через неделю, через 2 недели, но нельзя останавливаться. Нужно тупо делать то, если вы, например, сейчас учите английский, после окончания нашего курса, скажем, даже если вы не будете продолжать со мной. Если вы ставите над собой, например, цель, скажем, каждый день по 10 медицинских слов, или каждый день по одной статье, или в неделю по одной статье, вы должны тупо продолжать это делать. Думаю, это все было полезно. Встретимся на следующем уроке. Goodbye! Субтитры сделал DimaTorzok